Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с исполняющим обязанности главы Кошкинского района Антоном Широковым, чтобы обсудить основные задачи по развитию муниципалитета. В числе приоритетных вопросов – обращение жителей района по поводу отсутствия скважин и нерабочих водонапорных башен. На их ремонт, по словам в Рио губернатора, из бюджета выделят дополнительное финансирование. На встрече обсудили также необходимость ремонта около пяти километров дорог в Кошкинском районе. На замену дорожного покрытия в муниципалитете дополнительно выделят 50 миллионов рублей. В октябре планируют организовать выездное заседание правительства Самарской области в Кошкинском районе. Глава региона Вячеслав Федорищев регулярно проводит прием граждан. На одну из таких встреч пришла Галина Александровна Шахова, жительница дома номер 146 по улице Фрунзе. В годы Великой Отечественной войны в этом доме жил и работал выдающийся композитор Дмитрий Шостакович. По словам Галины Александровны, капремонт дома затянулся на годы, а качество работы вызывает много нареканий. Вячеслав Федорищев поручил руководству фонда капитального ремонта принять меры и обязать подрядчика устранить все недочеты до конца августа. Глава Самары встретилась с жителями дома номер 23 по улице Черемшанской. Ранее инициативная группа обращалась с вопросами благоустройства пешеходной зоны, устройства освещения, а также очистки территории бывшей системы ливневой канализации. Просьба оказать содействие в решении этих проблем поступили в приемную руководителя региона Вячеслава Федорищева. Подробнее в нашем сюжете. Жители дома номер 234 по улице Черемшанской активно следят за состоянием своего жилья. Сами решают, когда и какой ремонт выполнять, привели в порядок подъезды, утеплили фасад. Не забывают и про двор. Сначала участвовали в федеральной программе формирования комфортной городской среды, а затем в региональной программе содействия. В прошлом году нам сделали двор, парковки, асфальт, дорогу. А в этом году сделали такую шикарную детскую площадку. Это прекрасная программа. Если у нас получится, мы еще сделаем и в торце дома содействие. Но у жителей все равно есть вопросы, которые требуют помощи в решении. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с горожанами, чтобы обсудить эти темы. Одна из них – дорога от дома к ближайшей школе. Глава Кировского района отметил, что этим вопросом уже занимаются. Сейчас идет разработка проекта в рамках программы «Дорога к школе». Возможность обустройства будут искать во время следующего дорожно-строительного сезона. У нас желание вот туда, до церкви, сделать дорогу, тротуар, освещение. И направо вот сюда поворот тоже. Здесь будут парковки, вот они традиционно где паркуются. В своей программе? Да, дорога к школе. Во время встречи также осмотрели территорию за домами. Здесь располагается бывшая система ливневой канализации, которую жители просят вернуть в эксплуатацию, чтобы дворы не наполнялись водой после дождей. Как пояснила глава Самары Елена Лапушкина, специалисты выйдут на участок, чтобы обследовать территорию, понять, где под землей проходят старые коммуникации, сверить с планом. Только после этого можно будет детально говорить о восстановлении канализации. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Обсудили итоги прошедшего учебного года и наметили планы для дальнейшей работы. В Самаре прошла августовская конференция работников образования. Участие в ней приняли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, руководители образовательных учреждений. Лучших педагогов отметили наградами. Подробности в нашем сюжете. Подвели итоги развития городской системы образования и наметили планы для дальнейшей работы. В Самаре прошла традиционная августовская конференция работников образования города. Участие в ней приняли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, руководители почти 400 образовательных учреждений. Началась конференция с честного не лучших педагогов. Глава Самары вручила почетные грамоты Людмиле Басис, директору лицея «Созвездие», Елене Надеждиной, заведующему детским садом 386, и Алсу Юсуповой, директору 166-й школы. Также глава отметила Наталью Крылову, заведующего детским садом номер 18, и Игоря Бачкова, директора технического лицея. Наша с вами задача – давать достойное образование в комфортных и безопасных условиях. Не просто воспитывать грамотных людей, но воспитывать еще достойных граждан великой страны. И успевая за этим временем, успевая за новыми изменениями, безусловно, и мы с вами должны быстро меняться, быстро принимать эти новые формы и развиваться сами. В Самаре работают 152 общеобразовательные организации, 159 муниципальных детских садов, 44 центра дополнительного образования. Все они активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Педагоги, дети и родители плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Самых активных руководителей учреждений отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. Он подчеркнул, что почти 20 миллиардов рублей из городского бюджета 2024 года, а это 34% всего бюджета, направлено на финансирование отрасли образования. За год расходы бюджета Самары на учителей выросли на 800 миллионов рублей. Уже сегодня ситуация меняется. Почему? Потому что и на уровне главы государства, и главы региона, и на уровне города сегодня социальный пакет, социальные защищенности, пусть не так быстро, как хотелось бы, но он растет. В рамках нацпроекта образования в Самаре мобильными компьютерными классами за пять лет оснащены 56 образовательных организаций. В текущем году во время подготовки к новому учебному году отремонтировали 106 учреждений – от косметического ремонта до обновления пищеблоков, кабинетов, спортивных залов и многого другого. А главное, на базе двух самарских школ созданы передовые условия для реализации нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В тестовом режиме программу запустят в 68-й и 24-й школах Самары. Подводя итоги уходящего года семьи, руководитель департамента образования Ирина Каковина подчеркнула, что опорой для самарских учителей и надежным тылом во все времена остаются близкие. С одной стороны, семья – это ради чего? Ради чего мы трудимся, достигаем, реализуем себя в профессии? Ради семьи. Все ради семьи. С другой стороны, благодаря чему? Семья – это опора, семья – это ресурс у каждого из нас. В 2024 году из регионального бюджета установлены доплаты педагогам-психологам в размере 5000 рублей. А с 1 сентября по решению в Рио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выплаты молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до 3 лет вырастут с 5 до 10 тысяч рублей. Также ко дню знаний единовременные денежные пособия получат работники государственных и муниципальных образовательных учреждений. Виктория Шарая, Николай Пифанов. События. На улице Чернореченской заканчивают обновления проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент выполнена работа по устройству нового верхнего слоя асфальта и установки бордюра. Вложена плитка и асфальт на тротуарах. Также появился посевной газон и заменены опоры уличного освещения. Параллельно проходит и благоустройство бульвара в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы выполнены уже на треть. Среди предстоящих работ, например, планировка чернозема для газонов и прокладка линий автополива. Также завершают и обновление всех коммуникаций. Так, специалисты ресурсоснабжающей организации занимаются технологической реновацией водопровода. Они обновили более километра водовода диаметром 400 мм. Для дальнейшего повышения надежности и стабильности обеспечения потребителей холодной водой в среду 28 августа планируется произвести врезку построенного водовода в действующую систему. Параллельно сотрудники ресурсного предприятия заменят четыре задвижки на другом водоводе. Это потребует временного отключения холодной воды с 10 утра, предположительно, на сутки. Подготовиться нужно жителям на улицах Владимирской, Чернореченской, Клинической, Коммунистической части домов возле губернского рынка, а также на Мичурино, Карла Маркса и Тухачевского. Полный список адресов, попадающих в радиус отключения, есть на сайте городской администрации. Жителям рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд. Также будет обеспечен подвоз воды. Бойлеры будут находиться по адресам Владимирская, 30 и Клиническая, 35. В Самаре продолжается сезон работ по ремонту дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приводят улицу Аменева. Специалисты уже провели фрезерование старого покрытия. Подробнее в нашем сюжете. Линию за линией фрезеровальная машина шириной 2 метра срезает старый асфальт на улице Аменева. С этого начинается ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улицу обновят на всем протяжении, от Московского шоссе до Новосадовой. Так как дорога соединяет между собой две важные магистрали, то днем здесь очень активное движение. Поэтому работы выполняют ночью. Данный участок является очень интенсивно загруженным. Поэтому наша компания проводит работы в ночное время, чтобы не создавать большие пробки на данном участке. После фрезерования здесь уложат асфальт повышенной прочности с устойчивостью к влаге, нагрузкам и перепадам температур. А также отремонтируют люки 32 смотровых и 12 дождеприемных колодцев. Они будут оборудованы антивандальными замками, чтобы в дальнейшем избежать краж крышек. На каждом этапе качество работ проверяют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». После укладки в течение суток-двух выезжает уже дорожная лаборатория, которая отбирает керны или вырубки из асфальтно-бетонного покрытия, которые в процессе испытываются. В случае, если данные керны проходят и соответствуют всем национальным стандартам, то данная дорога принимается. В случае, если какие-то есть нарекания, то подрядная организация выполняет замену, то есть снова укладывает асфальтно-бетонную смесь до достижения нужных показателей. Компания-подрядчик будет нести гарантийные обязательства в течение последующих пяти лет и при выявлении дефектов гарантийного характера обязана выполнять необходимые работы, используя исключительно свои материальные ресурсы. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. В Самарской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области вместе с представителями регионального департамента охоты и рыболовства провели рейд при поддержке бойцов ОМОН «Смерч». Главная задача – предупредить ЧП с применением оружия. Задача, поставленная на сегодняшний день, это прежде всего предупреждение и пресечение административных и уголовных правонарушений и преступлений на территории охотничьих угодий, а также профилактические мероприятия по предупреждению и проверке документов, соблюдение правил охоты, соблюдение правил ношения оружия, транспортировки оружия. В день открытия сезона сотрудники Росгвардии проверили около 200 охотников. На нарушителей составлено 20 административных протоколов и изъята одна единица оружия. При этом по статистике чаще всего выявляются нарушения в сфере охоты, такие как охота с подхода, без подсадной утки или манка, а также нарушения норм добычи дичи. Рейды будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона. С завершением дачного сезона все больше владельцев загородных домов и участков становится жертвами воров. В большинстве случаев злоумышленники идут на дело, когда хозяева надолго покидают свои участки. Чаще всего крадут бытовую технику, мебель и садовые инструменты. Как уберечь свою дачу, советы экспертов расскажет Ксения Баканова. Елена Баканова, приехав на дачу, сразу заметила, что поврежден штакетник. Верный сигнал – приходили гости. Только их на участок никто не звал. Воры унесли железные прутья, пару крышек от бочек и мангал. От него осталось только железное основание. А внутри уже успел поселиться вот такой зверек. Елена говорит, и смешно, и грустно. А этот случай далеко не единственный в жилом массиве. Соседка одна по даче сказала, что в общем чате писали, что ездила примерно в это время Лада Приора и Газель. И, по-видимому, говорят, наверное, они что-то собирали, наверное, металлические изделия. Потом соседка напротив мне сказала, что у них тоже они распрощались с мангалом. Повторяется, достаточно часто, но с периодичностью в один-два года. Также преступники приготовили к выносу трубы, однако их почему-то оставили. Либо их кто-то спугнул, либо решили приехать позже, а может просто уже не хватило сил. Мы решили пройтись по участкам и узнать, были ли еще случаи кражи. Однако большинство дачников на эту тему говорить отказалось. А вот Виктор Горылев уверен, его дачу от воров спас крепкий железный забор. В этом году вроде у нас ничего не своровали. А в прошлом году осенью делали облаву. Вот они ходят прямо и через... На один участок проникли и через каждый забор уже следующий, следующий, следующий. Все собирают. У многих людей старые ванны, но сейчас просто сложно сделать. Это нужно в грузовике приезжать. Это уже заметно. По словам экспертов, преступники часто срезают проводку. А вот бытовую технику и мебель крадут намного реже. Существует несколько способов, как уберечь свое имущество. Первое, что следует сделать, поставить надежное ограждение. Одним из лучших вариантов будет глухой забор. Он скроет ваше имущество от посторонних глаз и станет серьезной преградой для преступников. Никогда не вешайте на калитку навесной замок. Он даст понять злоумышленникам, что на участке никого нет. А для дополнительной защиты с внешней стороны забора посадите колючие кустарники. Например, шиповник, малину или боярышник. Если вы надолго покидаете дачу, старайтесь не оставлять на виду железные предметы и инструменты. Ведь они интересуют воров больше всего. Лучше убрать их в сарай или в дом. Также можно оборудовать двери и окна контактными извещателями. А надежнее всего – установить систему видеонаблюдения. Преступник даже не успеет забраться в дом, а вам уже придет оповещение о взломе на мобильный телефон или видеорегистратор. Однако стоит помнить, в это время вы должны находиться неподалеку, чтобы успеть прогнать незваных гостей. В остальных случаях лучше воспользоваться услугами охранных организаций. По словам экспертов, если неприятная ситуация все же произошла, необходимо как можно скорее подать заявление в дежурную часть полиции. По факту хищения будет возбуждено уголовное дело. Большая вероятность этих дел, что они раскрываются. Опять же, с учетом наличия в наше время массовых систем видеонаблюдений, камер, домофонов – это безопасный город наш, также работает достаточно неплохо. Можно проследить и маршруты злоумышленников, куда они сбыли похищенные вещи. Также можно пойти на хитрость – установить таблички с надписями. На территории ведется видеонаблюдение или «Осторожно, злая собака». Многие воры не рискуют проверять, так ли это на самом деле. И, конечно, дружите с соседями. Попросите их приглядывать за участком в ваше отсутствие. Ксения Баканова, Сергей Баскин, События. В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла акция «Внимание, первоклассник». Для тех, кто впервые идет в школу, организовали праздник в парке Гагарина. На нем побывала наша съемочная группа. Елизавета Прокопенкова расскажет подробности. Сын Анны Блиновой Сева перенес тяжелое заболевание. В три года ему поставили лейкоз. Лечение длилось пять лет. Сейчас у Севой ремиссия, и он готов учиться в первом классе. Вместе с мамой будущий школьник пришел на праздник в парк Гагарина. Сева очень активный ребенок, очень жизнерадостный. Он любит детей, любит общение. Поэтому вот такие праздники для нас, конечно, это огромный подарок. Для него это настоящая сказка вообще. Просто прийти с детьми, поиграть, получить подарки. Еще карусели у нас будут по программе. Так что спасибо огромное. На акцию «Внимание! Первоклассник» пригласили около ста детей. Вместе с ними аниматоры-пираты отправились в морское путешествие. Искали клад и надували мыльные пузыри. Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья организовал городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Мы, во-первых, хотели бы, конечно, сделать приятное детям в преддверии их похода в первый класс. Они все волнуются, они этого мероприятия ждут. Их ждет действительно очень-очень много нового в первом классе. И, конечно, поддержать родителей, которые тоже волнуются. Юным участникам акции раздали сладкие подарки и набор первоклассника. В конце мероприятия дети бесплатно прокатились на аттракционах. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Порадовать детей в преддверии нового учебного года решили и в поселке Управленческий. Для детей с особенностями здоровья прошел благотворительный спектакль. На сцену вышли актеры театра «Самарская площадь». Подробности расскажет Полина Чулякова. Уже более шести лет актеры театра «Самарская площадь» проводят благотворительные спектакли для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз в преддверии Дня Знаний юным зрителям представили спектакль «Айда щука» по мотивам сказки «По щучьему велению». Это проводится на регулярной основе, разные мероприятия и для разной аудитории людей с ограниченными физическими возможностями. Это и благотворительные спектакли для взрослой аудитории, это и какие-то тематические для них вечера, это и детские мероприятия. Каждый ребенок имеет право на счастье, на радость, и мы, как люди непосторонние, неравнодушные к детям с ограниченными возможностями, пытаемся сделать их жизнь, может быть, чуточку лучше, краше, чтобы им было теплее, веселее, чтобы они почувствовали себя уютно среди друзей, к которым они приходят. К первому сентября сотрудники городской организации инвалидов готовят три больших мероприятия для детей с особенностями здоровья – в Театре кукол, во Дворце ветеранов и в Театре витражи. Вот такие мероприятия, где мы можем дать возможность пообщаться, посмотреть красивый, интересный спектакль и просто подышать воздухом, получить удовольствие и моральное, и душевное. Мы даем возможность и детям, и родителям сменить четыре стены на общение. Это очень важно. Блинчиков! Со сгущеночкой! Ой, со сгущеночкой! Это развитие, конечно. Мы сказки читаем, они знают, а посмотреть воочию – это очень интересно для детей. У них впечатления, они потом рассказывают, глаза вот такие. По окончании спектакля каждый ребенок получил памятный подарок. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Меньше недели остается до завершения спортивной акции «Самара в движении». Посетить бесплатные занятия на открытом воздухе жители и гости города могут до первого сентября. Это не только функциональный тренинг или танцы, но и боевые искусства. На одну из тренировок по УШУ отправилась Елизавета Прокопенкова. Елена Спиридонова недавно начала заниматься спортом. Стала ходить на пробежки и участвовать в марафонах. Один раз вышла побегать вечером и познакомилась с тренером по йоге, который проводит занятия в парке Гагарина на «Самаре» в движении. Так Елена узнала о спортивном марафоне и бесплатных тренировках с профессионалами. Ходила сначала на йогу, а потом решила попробовать себя в УШУ. Я еще в университете хотела попробовать, но все не решалось. Пойти в тренажерный зал, договориться, узнать, где проходят занятия. А тут прям просто прийти в парк и попробовать можно. Но это очень весело, интересно и очень полезно. Мне нравится. Спортивная акция «Самара в движении» проходит каждое лето по инициативе городского департамента физической культуры и спорта. Профессионалы проводят тренировки на открытых площадках. Занятия по УШУ ведет Василий Иванов, тренер из Самарской спортивной федерации. Василий занимается китайскими боевыми искусствами около 10 лет. Считает, что «Самара в движении» – отличная возможность рассказать другим о своем любимом виде спорта. Это интересный проект, который имеет свою прелесть. И если пригласят, я еще раз приду, конечно. Занятия проходят до 1 сентября на разных локациях. Набережная парки Гагарина и 50-летие октября. Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Продолжается преображение парка «Молодежный», сообщает телеграм-канал городской администрации «Весть из Дворянской». В этом году идет третий этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Ведется обновление аллеи от озера до улицы Ставропольской. Выполнена укладка плиточного покрытия аллеи, установлено двухуровневое освещение, завершается ремонт входной группы со стороны улицы Ставропольской. В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от улицы Нововокзальной до Барбошиной Поляны запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится в пятницу 30 августа, а не в среду, как планировали ранее. Бесплатный компенсационный автобусный маршрут будет работать до 31 августа включительно, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. В Ленинском районе реализован еще один дизайн-проект озеленения городского пространства на улице Молодогвардейской. Район благодарит социального партнера, который профинансировал проект, победивший в конкурсе. Заявка на конкурс была подготовлена ТОС совместно с администрацией Ленинского района. Администрация Красноглинского района поздравляет подписчиков телеграм-канала с Днем российского кино, который отмечают 27 августа. Премьера первого отечественного фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» по мотивам народной песни о стенке разденем. Длился первый российский фильм всего 7 минут. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин», вышедшая на экраны в 1926 году. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!